Но оно работает. Я боюсь, если сейчас это в глаз все впихну, я потом вообще офигею 10 раз. Какая-то кислота началась, а ведь это только начало. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И да, я до сих пор не могу придумать себе новое приветствие, поэтому оно будет именно таким. Зачем я это сказала, я не знаю, но теперь вы тоже знаете больше. В этом видео я буду делать обзор на косметику, которую я привезла с собой из Японии. Дело в том, что в Японии представлено очень много брендов, которые не представлены у нас и которые практически нереально купить даже по интернет-магазину. Так давайте же все вместе посмотрим, что есть у них там такого, чего нету у нас. Например, слова нету. Так говорят. В школе мне часто говорили, что нету слова нету, но это было бесполезно. В общем, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык! Включайте себе удаление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут Пони. Я купила просто огромное количество всевозможной странной косметики. Косметика с бобенками Онеме. Косметика, которая типа щипцы для завивки ресниц в домашних условиях. И многое очень другое странное клей для век нижние накладные ресницы. Я даже стала заикаться. Вы представляете, насколько всего много, что у меня даже словарный запас усяк, которого не было. Знаете, в этом видео будет очень много странной косметики. Но начать косметический обзор я хочу вот с этой вот масочки Пакачу. Я ее купила, потому что выглядит она максимально стрёмно. То есть это маска Пакачу, которая делает из вашего лица Пакачу. Но я думаю, мы все понимаем, что, наверное, из меня Пакачу явно не Пакачушечный, не Пакачу получится. Открываю. Кстати говоря, маска выглядит вот так вот. Пахнет какой-то травой. Пакачу чем интересно питается? Ага. А вот и Пека-пека. Пека-пека-пека-чу. Ну, хочу отметить сразу то, что маска достаточно слабо прорисованная. Ой-ля-я, стрёмно-то как. Это просто Пакачу, у которого переехал грузовик. Ой, бедная Пека. Чего это за хрень? Вот это вот куда-нибудь мне интересно. Не на волосы же, точно спачкается. Ладно, у нас будет Пека, у которой упал. Рожки упали. Ушки упали. Это самая стрёмная маска из всех. Что я когда-либо верила. А если глаза закрыть? Может, не так стрёмно будет? Ночью я приду за тобой Но что я сделаю, я не скажу Вы готовы к тому, чтобы пикачу снять с лица? Ох, облегчение Вот моя истинная сущность А внезапно маска-то хороша оказалась Слушайте, вот рофлами-рофлами Стрём-стрёмом, а маска-то реально хорошая Вы знаете, такое чувство, как будто лицо супер отдохнувшее Хотя по факту оно нифига не отдохнувшее Потому что я снимаю, бог знает уже какое видео подряд Ибо, как вы знаете, у меня предстоит предшествие в Корею И я тогда лечу аж на целый месяц Так что подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм Возможно, я уже в Корее, скорее всего, я уже в Корее А дальнейшие наши действия будут Вот какие будут Это электрическая щутка-туш для ресниц В общем, я включила эту штукенцию Она нагревается чуть ли не моментально Уже достаточно горячая И я хочу отметить, что мне стало даже немножко стрёмно В следующем видео, если у меня будут наручные ресницы Значит, ребята, значит, ребята, всё плохо Даже если я сейчас скажу, что всё хорошо Логика такова Ты просто прочесываешь свои реснички И всё Не совсем понятно, как это должно работать Но оно работает Подождите, ладно Сейчас я сделаю полностью весь глаз Покажу вам Эти ресницы как будто стали более прочесанные Более прямые А эти, ну, какие-то обычные Повисшие, я бы сказала А эти, у них как будто даже вот изгиб небольшой появился Надеюсь, вы видите разницу Хотя это, наверное, не очень просто сделать на камере Однако я не могу сказать, что это какая-то Ого, какая большая разница Но она есть Теперь попробуем нижний Нижний тоже можно И там логика такая же Но у меня нижних вообще нет Поэтому с нижними не работает По ощущениям, это похоже на обычное прокрашивание туши ресниц Ничего такого немпучного нет Единственное, что как будто вы красите какой-то горячей тушью реснички Ресницы стали как-то более наверх устремленные И за счет этого, как мне кажется Появился такой эффект более распахнутого взгляда Как вам на камере кажется так или нет Поэтому просто напишите ваше мнение, что вы думаете Есть ли разница до, после или Её нет Тон у меня от фирмы Canmake Я с этой фирмой уже знакома Я её даже вам уже неоднократно рекомендовала Но конкретно вот этот тон я не пробовала Поэтому самое время его и попробовать Надеюсь, что она кажется ок и подойдет мне по цвету Нормально Это реально пальцами очень хорошо заходит Как обычный крем Лучше, чем пальцами его не растушевать Это будет грустный вздох А знаете, почему грустный вздох? Да потому что на самом деле тон прекрасный Его очень приятно было наносить Он не имеет запаха И вообще он мне нравится Но он слишком желтый для моего лица У меня желтое лицо и бежевое телесное тело И загорелые руки Охренеть, посмотрите, какие у меня загорелые руки Лицо у меня уже просто заспиртованное SPF И мне кажется, что, вы знаете, у нормальных людей есть кожа Потом там всевозможные слои Дерма, эпидермис А у меня, короче, SPF Тон прекрасный Цвет вообще, ну вообще, вообще нет Я, если честно, кстати говоря, даже не знаю человека К которому бы подошел такой тон Потому что он, блин, реально желтый Что ж, теперь я хочу попробовать вот эти вот линзы Это линзы BTS Я не знаю, на самом деле, почему здесь не нарисованы мемберы BTS Потому что это очень странно Короче говоря, эти линзы, они примечательны тем, что вообще в Японии Очень тяжело найти линзы неоднодневки И чему я была очень удивлена Вот у меня еще тут много-много всего Все эти линзы, они однодневные, но при этом цветные и увеличивающие глаза Они прям какие-то очень непривычные хлюпки Я-то привыкла с таким линзам, которые спокойно надеваются А эти вообще глазу, их приставляешь, а глазу пофиг Видите, что происходит? Она просто ломается под глазом Что за бред? У меня линза полностью не раскрывается У нее кусок какой-то вогнутый Я боюсь, если сейчас это в глаз себе впихну Я потом вообще офигею 10 раз Короче говоря, у меня получилось ее надеть Но я вообще не вижу особо разницы между этим глазом и этим глазом Как-то вообще прям минимальное отличие Вы вообще разницу видите? Потому что я... нет, нет, нет И, например, я даже не вижу смысла вообще надевать вторую Хотя вроде обе наделы и как-то прикольно выглядят Но все равно, что-то мне кажется, эти глаза не похожи ни на одни из глаз Которые у любого мембра BTS При том, что эти линзы, они реально сами по себе дорогие Что очень странно Ну такое себе, ладно Знаете что? Давайте-ка дальше мы с вами наклеим веки Потому что раз уж мы пошли в разнос То надо идти в разнос до самого конца Шуш, давайте попробуем этот клей сделать Для начала, следуя инструкции, нужно приложить эту палку по палку к веку И посмотреть, куда вообще будем наносить клей Теперь берем сам клей И, собственно, клеем Не знаю, как вам, но по мне глаза реально стали больше Какие-то супер открытые И вообще, что, блин, происходит в этом видео? Какая-то кислота началась А ведь это только начало Есть у меня вот такой вот консилер Он вообще очень круто убирает с возможной точки, покраснение и прочее, и прочее Я предлагаю воспользоваться им в районе носа Потому что нос это то, что всегда можно поправить В районе прыщей на моем лбу замечательно Сюда нанесем консилер Попробуем смотреть, что из этого получится От фирмы Calypso Я эту фирму вообще первый раз пробую Даже не знала, что это такое Купила вообще тилька Я просто взяла за компанию Потому что мне упаковка понравилась Классическая я И он оказался очень достойным Прям максимально достойным И очень естественным Жизнь его вообще не видно Но при этом я вижу эти зоны, которые я выбеляла И они выглядят прям потрясающие К сожалению, я не нашла ни одного средства для бровей Зато я нашла очень много странных и необычных вещиц Например, вот такой вот карандаш для глаз В котором с одной стороны тени С другой стороны подводка И здесь даже имеется схема Как этот карандаш правильно рисовать Как этим карандашом правильно пользоваться Поэтому думаю, ладно Раз уж бровей у нас сегодня нет Ставлю как есть Но зато попробую вот этот вот необычный карандаш Использовать по схеме Нужно начинать рисовать отсюда Делая движение назад и вперед Назад и вперед Как бы рисую такую жирную стрелку И то же самое с другого конца глаза Назад Ну, выглядит максимально естественно В жизни заметно на камере нет Правда, мне кажется, что я маловато И мне прям вот не хватает Ну, локт Допустим, этот элемент я сделала У меня вроде как даже что-то получилось Теперь рисуем стрелку Очень-очень необычная вообще штуковина Потому что, извините, насколько она тонкая Она тонкая такая, как будто это игла И вообще цвет у нее не черный, а какой-то коричневый И вот смотрите, это глаз с иглой А это глаз без иглы Звучит очень стремно Она прям как будто делает разрез дополнительный Но при этом никакой тени, ничего не видно То есть черного грифеля Очень прикольно Не могу сказать, что это прям лучшая вещь в моей жизни Но она определенно странная И надо будет с ней поразбираться, покопаться Дальше есть у меня еще одна вот такая штуковина от Canmake Которая создана для того, чтобы делать те самые Вот эти вот ямочки под глазами Нет, не ямочки, называется Мешочки под глазами Кстати говоря, очень странно выглядит Но я у очень многих японок реально видела Как они люто прям, знаете, килограмма какой-то вот жидкости Непонятные себе под глаза фигарят Ну нет, эта штука какая-то не такая кислотная У японок я видела просто в миллиард раз более кислотные эти штуки Которые там за километр видны И там такие ямки под глазами Такие просто вот эти штуки, что Ух, лютый пипец О, я придумала А что если попробовать этой штукой подрисовать? Собственно, вот эту вот линию, может быть, для этого вообще создана? А походу это реально... Офигеть! Походу эта штука-то реально создана Не для того, чтобы стрелку рисовать, как я подумала А для того, чтобы вот этот вот мешок выделять Максимальная жесть Я в шоке Малость Нет, вообще не малость Ну что, я думаю, что самое время, наверное, накрасить ресницы И для ресницы у меня есть вот такая вот тушь Я ее уже показывала в видосе с распаковкой Она очень странная тогда мне показалась Сейчас я, конечно, попробую продублировать Но я думаю, что в итоге мы садимся на том, что надо будет ресницы клеить Что, наверное, даже интереснее, чем какая-то тушь Что сказать в поводу туши? Тушь совершенно бестолковая Мне она не понравилась даже на нижней реснице Хотя она, по идее, должна была быть клевой Но нет, давайте приступим к тестированию Во-первых, клея для ресниц Пам-пам! На плотных ресниц Накладных ресниц на нижнее веко Как бы вы знали, как долго я искала ресницы для нижнего века Ах, просто жесть, просто жесть Я их искала, не могла найти И вот они у меня есть, и я их держу Самое время наклеить эту ресницу С первого раза, надеюсь, сейчас получится все Я думаю, разница этого и этого глаза достаточно очевидная Наклейка я вторую ресницу И вернусь к вам, будем клеить нижние Вот так вот все это выглядит с наклеенными ресницами Но если честно, мне кажется, что все-таки без них, наверное, было лучше Сейчас как будто глаза какие-то перегруженные И мне кажется, они стали даже меньше за счет того, что какие-то нервняшные, короче, ресницы Ну да ладно Теперь самое интересное Это нижние ресницы Вот тут я сейчас чувствую, будет веселуха полная Потому что я вообще не имею нижнюю понятия, как клеить нижние ресницы Нижние ресницы выглядят максимально странно Потому что она очень маленькая Какая-то хлюпкая Оба-на! Вот это было только что офигенно круто Это было офигенно круто Вот это просто счастье Боже мой, неужели у меня наконец-то появились нижние ресницы? Мамы! Вот это мне реально нравится уже Посмотрите просто разницу глаз с нижними ресницами и глаз без Вот это... Магия, магия, магия вне Хогвартса Считаю, что этот макияж нужно будет сейчас хорошенечко припудрить Воспользуясь вот такой вот пудрой Которой я вообще изначально думала, что это Кущун И пока Павел Кагушун оказался пудрой Сейчас прям хорошо так за пудру все, лицо мое Вот с пудрой, собственно И теперь смотрите, какая странная у меня помада Впрочем, как и все остальное, тоже здесь странная Она в форме, ну вот такой вот круглой ерунды Выглядит вот так вот И вот такой вот результат получился Напишите ваше мнение по поводу этого макияжа Что вы вообще думаете? Мне кажется, что макияж получился просто какой-то гиперкрутой, гиперстранный И мне реально он нравится Что скажете вы на этот счет? Обязательно поделитесь вашим мнением в комментарии И напишите косметику какого бренда вы бы хотели, чтобы я протестировала в дальнейшей в этой рубрике Что ж, всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч!